Дорогие друзья, доброго времени суток! Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга и сегодня я хочу представить вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 3 по 9 февраля включительно для знака Зодиака Козерог. Уважаемые Козероги, напоминаю, что гадание имеет общий характер, оно подойдет и женщинам, и мужчинам, и одиноким, и тем, кто в паре. Надеюсь, что каждый из вас для себя найдет что-то важное и полезное. Но помните о том, что расклад всего лишь один, для всех одинаково проиграться он не может, сколько людей, столько судеб, и если по первым двум картам вы видите, что расклад с вами не резонирует, возможно, в периоде этой недели он просто вам не подходит, а подходит другой категории Козерогов. В любом случае, я приглашаю вас всех, присаживайтесь поудобнее, постарайтесь максимально расслабиться. И сейчас по традиции, мои подписчики знают, вы можете загадать картам один вопрос, который на сегодняшний день волнует вас больше всего. Та карта, которая останется на дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос «да» или «нет». Но вы должны также установить и временной срок в отношении своего вопроса для того, чтобы вы понимали, в какой период времени для вас ваше желание проиграется или нет. Также первая карта вашего расклада покажет вас самих на начало этого периода. Ваши планы, мысли, ваши эмоции, ваше настроение, ваши действия, и также мы посмотрим по первой карте ваш общий запас энергии. Кому нужно больше времени для того, чтобы подумать о своем желании, ставьте на паузу, а я продолжаю. Итак, ваша первая карта. Дальше. Мы рассмотрим общий фонд событий всей этой недели, что войдет в вашу жизнь. Также рассмотрим, что будет происходить в ваших парах для тех, кто в паре, что вы чувствуете в отношении партнера или партнерши, и что он или она чувствует в отношении вас. Рабочая деловая сфера. Деньги и финансы. Взаимодействие со внешним миром, с другими людьми, что ждет вас. Возьмем карту для наших одиноких козерогов. По этой карте мы рассмотрим не только вашу личную жизнь, но и события этой недели для вас в общем. Чем завершится этот период? И давайте возьмем для вас карту совета. Что вам нужно знать или на что вам нужно обратить основное внимание, пока в закрытом виде. И последняя карта, оставшаяся на дне колоды, является ответом на ваш вопрос «да» или «нет». Скоро мы к этой карте непременно дойдем. Возможно, я буду брать в процессе гадания дополнительные карты для того, чтобы какую-то ситуацию рассмотреть более глубоко и детально. Итак, ваша первая карта. И сразу же старший аркан, конечно же, который привлекает к себе внимание. Аркан смерти. Эта карта говорит о том, что многие из вас входят в эту неделю с какой-то болезненной ломкой в своем сознании. На сегодняшний день многие из вас оказались в каких-то непростых жизненных ситуациях. У кого-то это проблемы, связанные с родом, с домом, с семьей. У кого-то это старые ситуации в вашей жизни, которые вызывают у вас в дни сегодняшнем огромное переосмысление. Вы пересматриваете свои ценности, вы пересматриваете свою жизнь, вы пересматриваете свое прошлое. Так, как было раньше, так, как было когда-то, вы понимаете, что так больше продолжаться не может. Что-то по этой карте вы хотите поменять. От чего-то или от кого-то вам нужно отказаться. Ваше сознание и подсознание еще с вами борются. Еще вы не до конца понимаете, как правильно что-то сделать. Из-за этого могут быть нервы и переживания. Но также вы и осознаете то, что не избавившись от того, что тянет вас назад, в вашу жизнь не войдет что-то новое. Для кого-то, конечно, эта карта может говорить о том, что в роду могут болеть родственники. То есть эта карта говорит о каких-то затяжных проблемах. И, возможно, вы на себе чувствуете какую-то ответственность. Вроде бы и помочь особо не можете, но также страдаете за кого-то. Если говорить о вашем общем запасе энергии, эта карта оставляет за собой желать лучшего. Из-за постоянных переживаний вы можете себя чувствовать как опустошенным. И, конечно же, эта карта предполагает то, что вам в отношении своего здоровья нужно быть более внимательными, больше отдыхать, беречь свою нервную систему, любить себя, любимых. Потому что для кого-то эта карта может еще проиграться как не только трансформация в вашем сознании, но и какие-то хронические старые заболевания, которые могут давать о себе знать. Конечно же, я вам искренне всем желаю счастья и здоровья, чтобы никто из вас не болел. Но для единиц эта карта может проиграться и таким образом. То есть карта, предполагающая лечение. Давайте рассмотрим события всей этой недели. И здесь для вас выпала карта двоечки жезлов. Многие из вас имеют большие финансовые затруднения. Эта карта говорит о том, что вам нужна помощь каких-то людей, спонсоров, какие-то денежные вливания. У многих из вас противоречия по поводу той работы, которую на сегодняшний день вы имеете. Если вы не работаете, эта карта говорит о том, что вы сомневаетесь в том, какое направление выбрать или с кем лучше сотрудничать, что было бы для вас лучше. Но в любом случае эта карта показывает какой-то выбор. Да, в прошлом вами что-то уже было достигнуто. Есть определенный статус, есть определенный опыт за плечами. Благие намерения и благие цели. Но вот именно в периоде этой недели вы как будто бы излишне суетитесь или излишне спешите. Это то, что может вам мешать. Вы какие-то проблемы хотите решить одним махом. Из-за этого может быть, конечно же, нервное напряжение. Сама по себе карта двоечки Пентакли может еще говорить о том, что у вас либо есть какие-то задолженности, либо вам кто-то должен какие-то деньги. Но в любом случае есть проблема финансов, которую вы пытаетесь решить. Давайте посмотрим, что происходит в ваших парах, в ваших семьях. На ваши чувства выпала карта старшего аркана, отшельника. На чувства вашего партнера или партнерши мы видим двоечку мечей. Карты интересны по своему символизму. Если говорить о вас, я вижу чистое сердце, я вижу благородство, я вижу чистые намерения. Да, вы очень привязаны к дому, очень привязаны к семье, но в дне сегодняшнем вы испытываете одиночество. Даже находясь рядом с партнером, вы чувствуете одиночество вдвоем. Возможно, кто-то из вас сознательно обоссабливает свое личное пространство для того, чтобы не общаться с партнером или с партнершей. Конечно же, по этим картам я не вижу постели, я не вижу сексуального желания. По этим картам есть взаимные обиды и упреки. Ваш партнер в этом периоде особо на вас обижается. Может быть, ждет того, что вы сделаете первый шаг к перемирию, к каким-то переговорам. Он или она пускает пока какую-то ситуацию в вашей семье на самотек. К трудности есть с пониманием, это однозначно. По мечам это боль прошлого, это боль, которая есть в настоящем, притом она для вас взаимная. Каждый из вас страдает по-своему и оба вы на сегодняшний день выглядите довольно-таки несчастными. И каждый из вас нуждается в какой-то помощи и поддержке. Отношения как будто бы замерли и не развиваются. Они и не движутся вперед, и в настоящем ничего позитивного не происходит. Если говорить именно о вас, у вас идет какая-то болезненная переоценка ценностей. И мы видели для вас в раскладе первым выпал старший аркан смерти, который говорит о том, что в вашем сознании происходит какая-то ломка. На сегодняшний день в ваших отношениях многое зависит именно от вас самих, как именно вы будете себя вести в отношении своего партнера. Так ваши отношения и будут развиваться. Но по отшельнику вы не делаете первый шаг. Отношения сложные, отношения давние, отношения непростые. Конечно, они кармические, и вы как будто бы отрабатываете в этих отношениях какую-то карму. Если говорить о вас, вы в прошлом очень много делали для того, чтобы в вашем доме было все хорошо. Но либо этого не оценили, либо что-то пошло не так. На сегодняшний день, к сожалению, ваши отношения в каком-то тупике. Давайте посмотрим, что происходит у наших одиноких козерогов. Для одиноких козерогов выпала прекрасная, замечательная карта старший аркан звезды. Конечно, эта карта показывает вас во всей красе. Вами интересуется противоположный пол. Вы социально активны. У вас много планов, много проектов. Возможно, кто-то из вас что-то изучает. Независимо от того, в каком возрасте вы находитесь, эта карта вас показывает как человека творческого, любознательного, всесторонне развитого. Вы хотели бы развивать какие-то свои таланты. У вас очень много связей и очень много друзей. Кто-то, может быть, допоздна засиживается в интернете и с кем-то ведет переписку. Карта звезды об этом может говорить. Конечно, то, что касается вашей личной жизни, на сегодняшний день все зависит от вас, независимо от того, кто меня смотрит, мужчины-козероги или женщины. Но смею вас заверить, что по карте звезды вы однозначно найдете того единственного или ту единственную, с которым вам будет по пути. Для тех, кто на сегодняшний день уже имеет партнера и вы с кем-то встречаетесь, эта карта говорит о том, что ваши отношения однозначно будут развиваться. Это больше платонические отношения, возможно, когда один из партнеров как будто бы другого возносит в ранг кумира. Отношения, конечно, чистые, отношения искренние, и они будут развиваться. Если у вас на сегодняшний день нет партнера, я уже говорила, что кого-то вы обязательно встретите. Это может быть кто-то из-за рубежа, либо с кем-то вы познакомитесь по интернету, либо ваш партнер или партнерша все-таки находится от вас на каком-то расстоянии. Об этом может говорить карта звезды. Но это расстояние по чуть-чуть начинает уменьшаться, и вы все ближе и ближе друг к другу. И для тех, кто одинок, вы непременно в течение этого года свою вторую половиночку встретите, а то и раньше. По этой карте, если говорить о ваших делах в общем на этой неделе, вы многое сможете реализовать из вами запланированного и задуманного. Давайте посмотрим рабочую деловую сферу. Здесь для вас выпала карта девяточки жезлов. Для тех, кто работает, эта карта говорит о борьбе. Возможно, кто-то физически тяжело работает. Конечно, не все так просто в деловой сфере. С кем-то вам приходится ругаться, в чем-то вам приходится отстаивать свой интерес или свои какие-то права. Не все к вам ровно дышат в негативном смысле этого слова. То есть к вам кто-то может идти с какими-то претензиями, кому-то или вы мешаете, либо кто-то претендует на что-то ваше. Может быть, кто-то кого-то хочет подвинуть, а вы по этой карте никому не уступаете. Для кого-то эта карта говорит о том, что в рабочей деловой сфере возвращаются старые проблемы, которые ходят по кругу. Возможно, вы думали, что что-то для себя вы ранее уже закрыли и на чем-то поставили точку. Но нет, какая-то старая проблема снова возвращается, снова выяснение отношений, снова какие-то напряженные разговоры, разговоры на повышенных. В общем-то, у вас достаточно сил для того, чтобы защитить свой интерес. Но стоит ли игра свеч? Друзья, я смотрю, сколько вы отдаете энергии вот той ситуации, в которой вы находитесь. То есть это какие-то проблемы на работе, проблема старая. И, возможно, у кого-то не одна. Может быть, кому-то в голову уже начинают приходить мысли о том, чтобы что-то в своей работе поменять или сменить работу вообще. Или сменить то окружение, в котором вы находитесь. Для тех, кто до сегодняшнего дня находился без работы, эта карта говорит о том, что эта неделя не самый лучший период для трудоустройства. То есть, может, во внешнем мире у вас есть какие-то другие проблемы, которые нужно завершить, закончить, и тогда уже думать о рабочих процессах. У кого-то еще по старой работе, если вы откуда-то уволились, могут быть какие-то хвостики. Либо к вам кто-то еще с какими-то претензиями идет. Либо вы кому-то готовы высказать какие-то претензии. Карта сложная. Давайте посмотрим, что происходит с вашими финансами. И здесь для вас выпала карта старшего аркана башни. Конечно, на этой неделе расклад сложный, но тем не менее, просмотрев ситуацию наперед и зная слабые стороны в вашей жизни, вы что-то сами сможете изменить. Карта башни говорит о том, что у многих из вас есть какие-то проблемы, связанные либо с бумагами, либо с документами, либо с казенными домами. И это все то, что касается напрямую денег. Возможно, вам за что-то нужно проплатить. Возможно, у кого-то кредит. Возможно, у кого-то какая-то ипотека. Двойка Пентакли говорила уже о том, что да, вы нуждаетесь в деньгах, вы нуждаетесь в какой-то денежной поддержке и вливаниях. На этой неделе кого-то могут ждать еще дополнительные неожиданные траты. Это то, что полностью вас может обесточить. Вот вы как будто бы остаетесь без денег. Либо это какие-то события форс-мажора, когда вы тратить не собирались, а потратить на что-то придется. Для кого-то все-таки эта карта больше связана с казенными домами, с госструктурами. Для кого-то, для единиц эта карта может говорить о том, что уходят ваши деньги на больницу. Может быть, вы помогаете в лечении кому-то. И здесь тоже идут большие потери. Вообще, именно в этой колоде карта башни все-таки не такая агрессивная, как в других колодах у этой. Почему? Она говорит о том, что да, проблемы есть. Вот-вот вы можете потерпеть финансовое фиаско. Но эта карта предупреждения, она говорит о том, что пока еще не случилось. От чего-то вы можете застраховаться, зная, что наперед вас ждут проблемы с деньгами. Также для кого-то это выяснение отношений из-за денег, какой-то крупный конфликт или ссора. Для кого-то эта карта может проиграться и таким образом. То есть по этой карте может быть все, что угодно неприятного рода, связанное с деньгами. Конечно, я всем вам желаю искренне, чтобы эта карта для вас отыгралась максимально безболезненно. Я, конечно же, на нее возьму еще дополнительные карты, когда закончу расклад. Давайте посмотрим, что происходит во внешнем мире, во взаимодействии с другими людьми. И здесь мы видим карту девяточки чаш. Эта карта говорит о том, что у кого-то, возможно, намечаются какие-то встречи, свидания, какие-то праздники. Может быть, вас кто-то зовет на какие-то дни рождения или юбилеи, свадьбы, крестины. Это может быть что угодно. У кого-то еще из-за этого могут быть дополнительные расходы по карте башня. Я не вижу ничего негативного в том, чтобы вы отдохнули и расслабились. Почему? Потому что в течение этого периода вы будете очень напряжены. И карты говорят о том, что проблем у вас предостаточно. Поэтому если судьба предоставит вам какой-то отдых, отдохните. Но кого-то из вас чрезмерное расслабление может ввести в дополнительные расходы. Поэтому все-таки с финансами осторожно. Давайте посмотрим завершение этого периода. И здесь для вас выпала карта рыцаря Пентакли. Это карта мужчины. Если говорить о мужчинах-козерогах, это можете быть вы собственной персоной. В конце этой недели у вас начинается четкое планирование. И то, что касается работы и денег, и каких-то документов. Возможно, в конце этой недели у кого-то на руках уже появляются какие-то бумаги, либо какие-то результаты, которых вы ждете. Опять-таки, вы сидите и подсчитываете свои денежки, сколько их у вас осталось, как ними правильнее распорядиться. В общем-то, для мужчин эта карта благоприятна. Она говорит о том, что в конце этой недели вы немножечко сможете вырулить из какой-то сложной финансовой ситуации. То есть стоит вам немножечко поразмыслить, подумать, проанализировать ту ситуацию, в которой вы находитесь, и вы выход найдете. Если говорить о женщинах-козерогах, большое влияние на вашу жизнь может иметь мужчина в вашей же стихии. Но не обязательно. Это может быть также дева или телец по гороскопу. Человек, с которым вы общаетесь. Либо это просто человек, который может помочь вам финансово. И с этим человеком у вас будут какие-то переговоры. Давайте посмотрим для вас карту совета на этот период. Карта Короля Пентаклей. Обратите внимание, снова материальная карта. И она, конечно же, говорит о том, что в периоде этой недели вам нужно налаживать какие-то рабочие связи и контакты. Попытаться выйти на новых людей. Либо если у вас есть какие-то старые партнеры. Заручиться поддержкой тех людей, с которыми вы уже сотрудничали. Побеспокоиться о том, чтобы у вас работа была. По этой карте вы должны проявлять инициативу, в особенности, если смотрят меня мужчины-козыроги. Если смотрят меня женщины, помочь вам материально и с работой может мужчина в вашей же стихии. Большое влияние этого человека на вашу жизнь. Для мужчин эта карта говорит о том, что проявите свои амбиции в отношении денег, и у вас все начнет получаться и налаживаться. Финансовую сторону своей жизни вы поправить сможете. Но сделайте на ней акцент. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет. И здесь для вас выпала карта рыцаря мечей. Карта очень непростая и неоднозначная. Она говорит о том, что да, желаемое вы получить можете. Но здесь вам предстоит либо какая-то борьба, либо какой-то спор, либо какой-то конфликт. Для кого-то на вашу ситуацию могут влиять люди либо из госструктур, либо люди из казенных домов, с которыми у вас идут обсуждения вашего вопроса. Может быть, вы к кому-то прибегаете за какой-то помощью. В любом случае, я так понимаю, многие задали вопрос, касающийся либо каких-то споров, либо каких-то разногласий. Либо вам в какой-то ситуации нужно внести ясность. И вы не знаете, что вам делать. Вот эта карта говорит о том, что вам будет помогать мужчина. Да, желаемое вы получите, но в каких-то сложностях. Давайте все-таки возьмем для вас еще дополнительную карту, так как все-таки рыцарь мечей – это довольно-таки грозная карта. И карта королевы жезлов. То есть на ваш вопрос будет влиять уже два человека, еще и какая-то женщина. Еще одна карта. В общем-то, желаемое вы получите. Но вам придется сотрудничать и с женщиной, и с мужчиной, вести какие-то переговоры. Возможно, на кого-то в вашем вопросе вам нужно оказать силовое давление для того, чтобы ситуацию прогнуть под себя. У каждого она своя. Но помните о том, о чем вам сказали карты. Проявите силовое давление и подогните ситуацию под себя. Тогда вы получите желаемое, и будет результат. Но многим предстоят какие-то споры и трудности, которые придется преодолевать. Сложные разговоры. Напряженные разговоры. Давайте возьмем дополнительные карты на сферу ваших денег и финансов. То, как я вам и обещала. Прибегнем к каракулу затмения и спросим о скрытых факторах, то, чего вы не видите. Потери для вас и так видны. То, что что-то не ладится, и так ясно и понятно. Давайте посмотрим то, чего вы не видите, но то, что вам знать, совершенно необходимо. Я не знаю, сколько взять карт. Сейчас посмотрим, как пойдет. Уважаемые козероги, это касается и мужчин, и женщин. Конечно, вот карта Феникса, карта Косы, карта Рыба говорят о том, что, в общем-то, у вас вот ваша жизнь, как взлеты и падения. То густо, то пусто. То удача есть, то она от вас уходит. Но вот карты говорят о том, что даже когда вы оказываетесь, вот, казалось бы, полностью на мели, откуда-то к вам из Вселенной поступают новые шансы, новые предложения, новые возможности. И вы обязательно будете при деньгах. И вот и в этом случае то же самое происходит снова. То есть что-то вы теряете, происходит ситуация трансформации, выход на какой-то новый уровень, какое-то идет очищение, и снова у вас появляются денежки. То есть появятся и предложения, и партнеры, с которыми вы сможете посотрудничать. Кому-то все-таки предстоят жесткие разговоры из-за денег. И многим из вас по этим картам еще предстоят серьезные траты. То есть вы думаете, что в дне сегодняшнем или на этой неделе они закончатся. Но нет. Вам еще предстоят какие-то траты, и траты очень крупные. Давайте посмотрим карту совета для женщин. Возьмем две. И карту совета две для мужчин. Смотрите, как интересно получается. Для женщин выпала карта соперника, а для мужчин выпала карта соперницы. Поднесу вам их поближе. Посмотрите. О чем говорят эти карты для дам? Что, возможно, в вашей рабочей деловой сфере вы конкурируете с каким-то мужчиной. Либо этот мужчина пытается оказывать на вас какое-то давление. По этим картам, насколько я понимаю, вам нужно найти какой-то компромисс, либо какое-то решение, которое было бы выгодно и вам, и тому человеку, с которым вы конкурируете или воюете, или у вас с ним какие-то выяснения отношений из-за денег. Но по карте соперника, однозначно в отношении ваших денег и финансов, к вам могут идти с какими-то претензиями, либо претендовать на какие-то ваши деньги, которые вы заработали. То есть по этим картам вам нужно искать какой-то обоюдно выгодный компромисс. Если говорить о мужчинах, возможно, в ваших жизнях появилась еще какая-то дама, третье лицо, которое влияет на вашу жизнь и является соперницей для вашей основной женщины. Карта игры говорит о том, что вы на кон ставите многое и готовы многим жертвовать. Это то, что дополнительно может вводить вас сейчас в какие-то расходы. Также эти карты могут говорить о том, что если не брать во внимание любовную сферу, на ваши деньги и на ваш заработок может претендовать какая-то женщина. Она как будто бы играет с вами, может быть хитрит, может быть манипулирует вами. Но в любом случае, дорогие мужчины, вас как будто бы обложили со всех сторон. Давайте для вас возьмем еще одну карту. Карта дельфинчика говорит о том, что все в вашей жизни наладится. Конечно, из-за чего-то вы очень сильно эмоционируете, вы очень переживаете. Это касается и вашей личной жизни, и работы, и все накладывается одно на другое. По дельфинчику работа у вас будет, будут денежки, будут какие-то предложения. Ситуация выровняется и стабилизируется. Просто нужно время. Возьмем еще одну карту для наших милых женщин. Карта дома, карта стабильности. И у вас, милые женщины, тоже все будет хорошо. Ваша денежная ситуация тоже должна стабилизироваться. Но, скорее всего, здесь вам кто-то помогает из ваших либо родственников, либо тех людей, близких вам, кто вхож в ваш дом. Вот таким вот был интересным для вас расклад на эту неделю. Конечно, есть о чем подумать, есть о чем поразмышлять. В конце этой недели пишите, у кого как проигрался этот расклад. Не скупитесь на лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Друзья, всем хорошего настроения. Не отчаивайтесь, если что-то не получается решить в периоде этой недели. Обязательно решите немножечко позже. Карты говорят о том, что все у вас получится. Всем в добрый час. А сегодня, друзья, всем до свидания.